Утром в лагере Юнармейц сработала пожарная сигнализация, но бояться не стоит, это всего лишь учение. Но сценарий, инсценированный чрезвычайной ситуацией, максимально приближен к реальности. По сюжету возгорание произошло в актовом зале лагеря. Незамедлительно проводится эвакуация всех, кто находится в здании. Службы МЧС прибывают в кратчайшие сроки, важно помочь и тем, кто не успел эвакуироваться. Пожар удается потушить быстро, не допустив сильного возгорания самого корпуса и соседних зданий. Никто не пострадал. В рамках летней оздоровительной кампании у нас сейчас она подходит к концу. У нас во всех лагерях Щелковского района, городских округах Фрязина и Лосина-Петровские данные мероприятия проведены в каждой смене в полном объеме. Соответственно, цель этих мероприятий привить детям культуру пожарной безопасности, напомнить как детям, так и руководству лагерей о правилах пожарной безопасности, о правилах действия в случае возникновения пожара. Безопасность превыше всего. Конечно, пожар проще предупредить, чем ликвидировать. Но все же, если чрезвычайная ситуация возникла, необходимо знать, как вести себя в таком случае. Особенно важно уберечь от беды подрастающее поколение. Дети должны знать все о правилах безопасности. В детских лагерях Щелковского района ежегодно в каждой смене проходят подобные учения. Кроме того, здесь у ребят есть возможность лично пообщаться с людьми, которым зачастую приходится рисковать своей жизнью, спасая от беды других. Так и сегодня отдыхающим в лагере школьникам удалось узнать много нового о их нелегкой, но такой нужной профессии. А главное еще раз закрепить знания о правилах поведения, если все же пожар случился. Ведь именно от этого и зависит жизнь. Приехал сюда в третий раз. На каждой смене у нас проводят такие учения. Считаю, что очень важно соблюдать правила пожарной безопасности. Данные учения, они необходимы, так как мы еще дети. И не всегда, особенно малыши, знают, как правильно поступить, куда идти. И могут просто впасть в панику, не зная, что им делать. Если пожар, не нужно паниковать. Нужно собраться группой и быстро выходить. Потому что если ты замедлишься, то ты можешь сгореть или просто потерять сознание. Отдыхающим в лагере показали видеоролики о работе службы МЧС. Также была организована интерактивная программа с конкурсами, викторинами и играми. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.